давайте пока быстренько познакомимся тут 40 минут с вами с вами на 40 минут неприятно с незнакомыми людьми 40 минут проводить мне кажется но я имею ввиду вас ну по отношению к семье меня зовут грачева галина я работаю врачом отделения реанимации и интенсивной терапии в некий два сердца сейчас до этого там сотни отработала сколько-то лет отпахала ну короче сколько я себя помню я все время где-то в области интенсивной терапии кстати недавно вот буквально может быть полчаса назад с богатого мы обсуждали сейчас большая проблема у молодежи те которые не прохавал эту жизнь с мытья клиник да там ну не мытье клиник все прохавали мне кажется да а я имею виду какую-то общую практику в плане ну вот к тебе приходят там уши чешутся не знаю там износа что-то течет вообще все просто там мочу посмотреть да там соскребсти алиша или это вот те кто прохавал вот эту историю они вот уже сейчас как в специализацию когда ударились ну типа я кардиолог ну то есть тут слава богу шестеренки работают в плане даже когда у тебя кардиологическая патология вдруг почки немножко отъехали ну вы как-то еще в состоянии сообразить почему ну то есть прикинуть да одно место к другому сейчас у молодежи мне кажется большая проблема что нет вот этой общей практике я сейчас никого не осуждаю вы все большие молодцы но это мой вам совет на будущее как взрослый поживший папа знает папа пожил даст их на музыку положил для совет для начинающих не стремитесь узкую специализацию пока вы не прощупали вообще все потому что это потом очень помогает в развитии клинического мышления хотя мне иногда кажется что есть клинического мышления нет и наверняка каждый из вас уже сталкивался с каким-то таким человеком то взрастить его невозможно я имею ввиду клиническое мышление поэтому не начинайте сразу ударяться специализацию сегодня мы с вами встретились на секции по хорошо организаторы прибыли здравствуйте я тут без вас ничего не если нужно просто если нужно подождать я подожду а ну и тюкей так сегодня мне вообще организаторы дали нас как не это было не так мне светлана викторовна пишет типа грачева выступаешь у меня на трансфузиологии грунда конечно не вопрос какая тема ну надо там что-то рассказать про переливание крови что-то в эту в этой области эту тему я выбрала сама гима так лет 10 вижу цель не вижу препятствий я думаю что каждый из вас наверняка сталкивался с этой историей когда ну как бы мы же светлана виктор она ради бога прикинь престили да я 30 минут с ними уже мы подружились это семья моя уже все вишь большая я люблю большие семьи у меня семьи нету от вот я себе нашла смиритесь я вашу родственника теперь короче и ги по почему потому что каждый из нас сталкивался с этой проблемой наверняка то есть когда у тебя есть какая-то цифра тебе она ужасно не нравится такая же история вот тут нефрологи просто присутствует такая же история обычно с креатинином происходят когда ты видишь какой-то кретин и он тебе не нравится ну то есть и тебя ты не особо спрашиваешь, нравится ли ему в этом животном с таким кариатином. Ну, вот не нравится тебе цифра. Полечить цифру, это не очень хорошая история, тем не менее. Вот сегодня мы это обсудим. Быстренько такой соцопрос. Кто переливает кровь в клиниках? Чудно. У кого банки крови есть в городе? Те, у кого банков крови нету, но кто переливает кровь? У кого центрифуги есть? Чудно. Итак, значит, смотрите, вообще мы, как мне кажется, на меня организатор конференции, Светлана Викторовна, на меня возложила, на самом деле, огромную ответственность. Я ее с удовольствием взяла. Но не знаю, справлюсь ли. Ответственность заключается в чем? В том, что когда мы переливаем кровь, мы уже к крови как относимся? Ну, как компоненты инфузионно-трансфузионной терапии. То есть, ну, как бы, если мы назначаем стерофундин, ни у кого не екает нигде, что типа стерофундин, это же опасно. Ну, ни у кого не возникнет. Сейчас уже ее на стерил льют, там что-то, какие-то, да, там санкционные все эти позиции, какие-то куча растворов, уже никого не возникает нигде. Реально. Еще кто-то, может быть, о глюкозе задумается, типа, 5-процентная. Опасно. Ну, где-то там екнет. И то, нормально, если с физом смешать, вообще зайдет, как надо. Ляжет. И сейчас вот к компонентам крови относятся примерно так же. Это очень плохая история. И моя цель сегодняшнего доклада именно в том, чтобы доказать вам обратное. Так вот, давайте посмотрим. Я бы хотела, чтобы это была, я не знаю, цитата, цитата какой-нибудь Сократа, но на самом деле это обычно в Википедии. Значит, кровь – это жидкая, подвижная, внимание, соединительная ткань внутренней среды организма. Теперь у меня, внимание, вопрос. То есть, почему к пересадке кожи, к пересадке почки… Пересаживают почки, кстати, сейчас? Нет, по-моему. Серьезно? Ни одной не видела. Кошки. Круто. Ну, я не видела. Это знаешь, как Владимир Валерьевич говорит, типа, не снял, значит, не сделал. Вот я здесь тоже не видела, значит, не было. Может, это было, не знаю. Ну, короче, почему к пересадке кожи, почек, там, не знаю, что там пересаживают, людям там поджелудки пересаживают, да, ну, что-то пересаживают. Почему мы к этому относимся крайне серьезно? Ну, то есть, они там лежат потом госпитализированные, миллион лет в стационарах, мы там что-то пытаемся. А к переливанию крови мы иногда относим, ну, в смысле? Ничего, что вы влили только что в пациента соединительную ткань. Ну, вы фактически занялись пересадкой. Это донорский орган, часть, ну, какая-то часть. Ну, то есть, согласитесь, это антигены, это чужеродная история. И хорошо, если вы сделали какую-нибудь перекрестную пробу. Еще очень хорошо, если вы хотя бы группу крови. Но это ж ни о чем не говорит, от срочной реакции. Ну, мы почему-то льем все. Ну, гематокрит же 10. Все, я вижу цель, какие проблемы. Вот у меня есть гематокрит 10, у меня есть какой-то инфузионный раствор, в данном случае кровь. Мы его перельем. Мы же так к этому относимся? Я не понимаю, почему. Искренне. То есть, я к переливанию крови, например, отношусь очень, ну, прям серьезно. И если у меня даже есть гематокрит 10, нет, понятно, что если у пациента есть признаки, ну, выраженные признаки какой-то гипоксимии на фоне анемии, да, когда он там задыхается, бледный уже, и он задыхается не потому, что там жидкости в грудной полости много, или там какая-нибудь опухоль там, ну, лопнула, что-то, да, а вот, ну, задыхается, потому что реально эритроцитов нет. Ну, я залью, понятно, я там и собачьи залью, мне плевать будет. Ну, лишь бы спасти, там разберемся. Но сам факт, вот эти бедные несчастные хроники, почечники, которые приходят к вам с гематокритом 20, в итоге норма-то 37. Сейчас будет. Не надо так относиться к этому несерьезно вообще. Значит, Господи помилой. Кто ее позвал? Ну. Нет, это один из симптомов. Мы дойдем до этого. Мы дойдем отдельно, это обсудим, таких почечников. Есть кто посильнее? Может, вынести? Она немного весит. Самое распространенное показание к трансфузионной терапии – это анемия, согласитесь, да? Кстати, вот посмотрите, это еще старый стационар. Нет, ну да, старый стационар. Мы вот тогда, у нас не было центрифуги, кровь отстаивали. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, вот в этих шприцах отстаивается донорская кровь. Как вы считаете, донор выжил после донации? Думаю, что нет. Я просто не помню, кто-то мне принес вот такие типы. Да, это донорская кровь. Да. А ну я думаю, ну что, центрифуги надо отстоять. Ну, мы тогда отстаивали ее, чтобы Р-ку получить. Я отстояла, такая думаю, а где донор? Он вообще до дома-то доехал, не, нормально. Ну, типа, мы же тогда вообще не парились, типа, ну, донор, донор пофиг, давай наберем там, какие анализы там до донации. Ай, я все болею. Какой-то год, 2016-й, по-моему. Короче, самое распространенное. Вот здесь, смотрите, у меня небольшая реклама, у меня есть группа, ICU Vet School называется, в Телеграме, тут неожиданно зашла, как бы там люди, прям это, и вот там сколько-то подписчиков, 1800, да, вот эти люди проголосовали специально перед лекцией, сделала голосование. Они проголосовали по поводу того, когда чаще всего они используют компоненты крови, ну, для трансфузии, когда проводят. Тут обратите внимание, при травме 39%, сепсис 14%, заболевания почек, вот они 46% подъехали, процентов, ну, от всех, да, и где-то там один, какие-то иные состояния, любые иные. То есть мы оцениваем сейчас с вами масштаб трагедии, почечники все-таки выигрывают, ну, то есть, а почечники это в основном кто-то стабильный, то есть это не тот, кто, кого поезд переехал, да, две половинки животного заехали к вам на прием. Это более-менее стабильный. Давайте по поводу триггеров теперь поговорим. Вы знаете, да, что такое триггер? Ну, то есть это какое-то определенное число клеток, да, при котором вы, у вас там начинает где-то зудеть. Возможно, не зудеть, а уже руки тянутся там в сторону холодильника или телефона набрать номер банка крови. Тем не менее, вы все знаете, что такое дегидратация, вы все знаете, что такое гемодилюция. Ну, то есть, если вот, допустим, приехал к вам пациент в каком-то критическом состоянии, вы не смогли взять у него анализы крови. Но какой-то из ваших коллег, допустим, решил, что жизнеспасение может быть обеспечено исключительно каким-нибудь, не знаю, раствором коллоидного, ну, содержимого. Они налили в него коллоидов, вы приходите, говорите, так, а что там с клиническим анализом, они такие, не получили вообще, ну, для чистого, чтобы гемодинамика. Вы говорите, ну, хорошо, не вопрос, давайте возьмем, берете анализ крови, смотрите гемотокрит, там тот же самый 25, но не почему-то у вас в этот момент времени не очень складывается в голове, что тот валювен, который в него был влит, вот они ваши 25. Потому что гемодилюция, разведение крови произошло, то есть, это не его истинный гемотокрит. Плюс, ну, ладно, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. По поводу там анемии и всего вот этого, вы же не видите эти, вы же не сами делаете анализы крови. Ну, вы же относите специально обученным людям, правильно, есть целая лаборатория, это и хлеб, они, ну, работают, делают, они-то вот это видят. И потом, кстати, вот как, я редко знаю лаборантов, которые реально потом следят за пациентами. Но вот, я просто работала с этой женщиной долго, и я просто точно знаю, она мне иногда даже звонила, звонит и говорит, типа, а что, что за назначение? Странный. Потому что она видела эти пробирки, для нее реально странно, то есть не складывается. Мы же не видим этого, ну, реально, там, никак, там, кровь распределяется, ничего. Мы видим цифру, триггер, ну, количество клеток. При этом, ну, даже если вы не видите эту пробирку, хорошо, вы не можете понять, сколько там плазмы, сколько там элементов, вдруг там плазма меньше, до сотки, да, не достает, ну, вот в этой вот штуке, когда вы центрифугируетесь, ну, хорошо. И процентное соотношение там как-то меняется. Это еще благо, если вам люди пишут, ну, в комментариях. Но комментарии, это как инструкция к применению. Кто ее в России читает, я вас умоляю. Кто последний раз читал, там, Тельца, не выговоришь без 100 грамм, какие-то Тельца, и такие, о, Тельца, да я вас умоляю, Тельца и Тельца, все, у нас цифры есть, у нас все нормально, вот норма, вот не норма. Так работает. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, что даже если вы не видите эти пробирки, вы же понимаете, что у вас есть анамнез, у вас есть клинический осмотр, вы понимаете, он сухой, не сухой, ну, и так далее. Обязательно на это обращайте внимание до того, как вы дадите себе возможность интерпретировать цифру. Следующий момент. Давайте перейдем к этим триггерам. Все любят гайдлайны, ну, давайте так, нет, никто не любит гайдлайны, но все любят, когда все написано. Ну, то есть, там, гематокрит 15, переливаем, все, такой, ну, написано, вот, смотри, написано. А если кто-то еще об этом сказал, вслух, вообще прекрасно. А еще, знаете, как это, у меня просто вот есть ученицы мои, которые звонят мне очень часто, причем по ночам, почему-то говорят, вот, хирурги просят статью, где это написано. Я говорю, статья это называется, здравый смысл, передайте хирургам. Просто знает, о чем я говорю. Ну, я образно, да, если тут есть хирурги, ничего личного, ребята, я вас не очень люблю, но сейчас вот конкретно ничего личного. Значит, смотрите, по поводу триггеров, да, при острой кровопотере, вызывающей гиповлемию, общим триггером является, внимание, у собак 20-25, у кошек 10-15. Внимание, при острой кровопотере. То есть, если из вашей, не знаю, отрезанной ноги у Йорка, у меня был один Йорк, который, прикиньте, стригли газон, очень смешная история, бедный Йорк, но история смешная, стригли газон, ребята, это газонокосилка, и отфигачили ногу, ну, и там оттуда фонтан крови. Ну, вот из вашего Йорка вытекает фонтан, ну, крови, и вы такие, 30 еще, не буду лить, 25, ну, зажимает уже, 20, и все, и там бежит по коридору, там ваш ассистент с кровью, кто вызвал дерматолога. Ну вот, то есть, да, при этом у кошек, посмотрите, почему ниже, ну, чем кошки хуже, ну, я не понимаю, я, конечно, могла бы сейчас Атанасову включить, люблю Снежанну, ничего личного, опять же, могла бы сейчас Снежанну Атанасову включить и сказать, кошки это существа там с другой планеты, ну, нет, ребят, ну, то есть, почему такая цифра, я объясню, потому что есть органы, представляете, там это называется депо крови, депо крови, физиологически в этих органах накопятся, значит, там какие-то кровавые элементы, да, грубо говоря, и при острой кровопотере, при сокращении объема этих органов, да, происходит выброс эритроцитов в кровь, и если мы с вами точно знаем, что селезенка, это депо крови, все знают? Сокращение селезенки, есть такой термин, печень, все знают, что это депо крови? Да, потому что, особенно мне нравится, когда, слушай, я сегодня, не надо было звать ни хирургов, никого, хирурги, когда удаляют печень, такие, нормально, анестезиологам говорят, нормально, что, зачем кровь? Ты депо крови сейчас вынесешь, чувак, это так не работает, нужна кровь, кровить, да, не будет, ну, ничего, да, ну, ты вот так 20% просто из животного достанешь и все, а так ничего, да, кровить не будет, конечно, а теперь внимание, вы знали, что легкие, это тоже депо крови, а вы знаете, что там 17% содержится, 17% от, ну, всей крови, эти органы сокращаются, но, смотрите, в чем физиологическая разница, кошки все знают, что способны концентрировать мочу по-другому, они пьют меньше, им вообще пить иногда и не надо, ну, то есть они могут там без воды дольше жить, чем собаки, к примеру, так вот, у них физиологически в легких содержится не 17%, а 28%, понятно, поэтому для них триггеры при острой кровопотере, естественно, меньше, сам гематокрит, поэтому имейте это в виду, дальше, аутоиммунная гемолитическая анемия, часто диагностируется, но вообще, если честно, я горжусь вами, потому что вот мне допетрить до этого диагноза, нужно сильно постараться, серьезно, я вот АИГу, самый где-то там, это диагноз исключения, там где-то оно через тернии к звездам, да, ну, сложно мне, но тем не менее, аутоиммунная гемолитическая анемия, общий триггер, смотрите, 15-20, здесь 15, по большому счету, аутоиммунная гемолитическая анемия, это что? Это когда иммунные клетки, я сейчас вообще по-простому, я не гематолог, да, вы меня извините, это когда иммунитет атакует, собственные клетки, что делает? Ну, разрушает их, правильно? Теперь внимание, он свои все разрушил, и вы ему такие, чужих, что он делает? Ну, он их рушит, с удовольствием, говорит, ничего себе, подъехала, да, партия, билирубин, что растет, гематокрит, не меняется, не, ну, падает, это уж махнули, это я не знаю сколько, ну, слушай, там эти два миллилитра, ничего не решат, но тем не менее, да, билирубин вырос, гематокрит, ну, не изменился, ну, либо ладно, вот конкретно Ольге Владимировне упал, ну, то есть, понимаете, о чем я, но тем не менее, вы же не можете его не лить, или можете? И вы в этот момент времени говорите, Грачева сказала, что есть гайдлайны, сейчас я их найду, ну, так, чтобы не голословно, открываете книгу, там написано, 15-20, здесь 15, вы такие, все, у нас 14, самый раз, мы в серединке, наливаете, не получаете должного результата, а иногда еще и хуже, внимание, вопрос, зачем рисковать, если у пациента нет симптомов, клинических симптомов, анемии, которые способны убить, лечите вы свою аигу, не трогайте пациента, пока он ест, пьет, писает, какает, ну, бледный, от бледности никто не умирал, ну, вот мне загорать нельзя, я вот живая как-то, понимаете, о чем я говорю, то есть, вот эти триггеры, даже здесь, они очень иногда иллюзорны для врача, то есть, они видят эту цифру, говорят, все, сейчас перельем, но пациент нормальный, а вы в него вливаете крови, и он что делает клинически, ухудшается, потому что у него еще билирубин сверху, шарашит почки, почки отваливаются, и он такой, в интоксикации, а до этого ел, пил, ну, чуть бледный был, правильно? Чудно, следующее, хроническая нереагературная анимия, общий триггер, ой, господи, хроники, это вообще история для бедных, обожаю, то есть, смотрите, когда хронический процесс в организме запускается, ну, любой хронический процесс, любое хроническое заболевание, это как лечить почечную недостаточность, хроническую почечную недостаточность, резко начать лечить ацидоз, вливая в него какие-то тонны соды, организм уже приспособился, не надо, вы в него туда влезли, это не острое состояние, вы в него резко влезли, организм такой, ничего себе, пять лет работал, значит, ну, чтобы там наладить, Тут этот в меня что-то влил И он ухудшается И чаще всего Это получается уже не инфузионно-трансфузионная терапия А ритуальные услуги Ну реально Зачем этот день? Не понимаю И вот эти хроники несчастные Они уже привыкли к тому Что у них где-то там чуть-чуть В пальцах возможно есть какая-то небольшая доля ишемии О которой они вам не скажут Ну он не валится И слава богу Потому что они оттуда Немножко вазоконстрикция там все дела Все сработало Вот оно туда кровь не несет Ну потому что кровь нужна в другом месте Ну где-то не знаю там В коронарных сосудах например И вы заливаете туда кровище Самое интересное Вот давайте так Инфузионной терапией занимаются все Все знают что коллоиды Кристаллоиды покидают сосудистое русло Через Ну 20-40 минут А глюкоза и того быстрее там 5-10 минут 5% я имею ввиду А гиперсмолярное дольше Все знают что коллоиды Выходят тоже могут покинуть сосудистое русло Но через Ну 2-4 часа Если это альбумин То до 12 часов Но он тоже может покидать сосудистое русло Теперь внимание Плазма Плазма Все льют свежезамороженную плазму Если ну необходимо Факторы свертывания Это логично Плазма покидая Может покидать сосудистое русло Ну конечно А что нет Ну она жидкая Ну почему А эритроциты Эритроциты Сосудистое русло Не покидают Ни при каких обстоятельствах Даже если у вас сосуд весь в дырках Образно Не бывает дырок в сосудах Капиллярная утечка Это не про дырки А даже если у вас сосуд скомпрометирован И у вас там Гликокаликса нету Все случилось куда-то И оно прям фузит во все стороны Отеки Эритроциты туда не пойдут Понятно? Ну вы же ни разу не наблюдали так Что ой периферический отек Синий сразу Потому что что ж Потому что там эритроциты вышли Не выходят А теперь внимание Представьте себе Пациента с нормальным Волимическим статусом Все знают разницу между дегидратацией и волимей Дегидратация это про ткани Да? Волимия про сосуды Чудно У вас нормальный Волимический статус В сосудах нормальное количество Жидкости Вы в него вливаете эритроцитов Возможно с плазмой Но плазма выйдет Эритроцитов наливаете туда Корректируя цирку Цифру 15 до нормы 37 У вас же формула есть Мы до нее дойдем скоро Там же нужно одно из другого Вычесть на другое Поделить Получить цифру И при Через немогу Больше бы из ушей полезло Залить в пациента 200 миллилитров Ну 200 Мы же посчитали Ну мы же посчитали Там формула была Ничего не знаю Вот математика При хронических заболеваниях Вы что делаете Из нормального Волимического статуса Пациента переводите В гиперволимию И что получаете? Клиническое Ухудшение Очень странно Согласитесь Все-таки Это все отсрочная реакция На кровь Это все отсрочная реакция На ваши непонятные действия Вот формула Все знают эту формулу? Ну она тут на английском Кстати надо было Это в связи с санкциями Перевести все на белорусский Чтобы Не хотелось Вольюм Ну мой уровень английского Чтобы вы понимали Настя Ивлеева Примерно там Вольюмов Донор там Блад Тубир Тугедр Трансфузер Рецепиен Ну короче вы поняли Все считали по этой формуле Да? Ну там типа Одно другую Поделить это Умножить Все дела Теперь внимание Мне очень всегда В этой формуле нравится Гематокрит Желаемый Вы сегодня сколько желаете? Ну как вы Желаемый гематокрит Что это за словосочетание? Желаемый Ну хорошо Триггеры написаны Когда мы начинаем Переливать Ну вот там люди Заморочились Написали Причем смотрите Какой разброс Они вам сделали Везде по 5 Фикс прайс 10-15 15-20 20-25 Ну типа там Сам думай А здесь Желаемый гематокрит Какой вы берете Желаемый гематокрит? Ну вот Сейчас взять Провести просто опрос Ну опять же Социальный Спорим мы Такие цифры получим Обалдеете У кого-то 50 Желаемый Не ну а что? Ну так что Про запас У кого-то там Желаемый Ну хотя бы Выше чем Триггер Ну допустим Триггер там 10-15 Ну вот хочу 15 Вот у этого 10 хочу 15 Верхнюю границу Триггера Да? Ну кто-то захочет Кто-то скажет Ну 20 Ну потому что Раз Горчева спрашивает Значит тут Все не просто так Скажу 20 Вдруг угадаю Ну согласитесь Какой желаемый Гематокрит? Где написано? В какой патологии В какой книге По какой патологии Написан Желаемый гематокрит? Для конкретного Заболевания Для конкретного Животного Для конкретной Клинической ситуации То есть это откуда? Это творческий процесс Я художник Я так вижу Этим гематокритом Я смогу нарисовать Красивую картину Этим нет Все Дальше Никто не заморачивается Над тем Какой гематокрит У донора Я не имею ввиду Не измеряет Померит Но как мы у доноров Кровь берем? Я сейчас не беру Банки крови Там может быть Своя история У меня никогда не было банка Никогда не завиду Такой геморрой Конкретный Ужас Никогда Я имею ввиду Вот те Кто берет кровь сами Вы же что делаете Владельцам Гала Вези 5 килограмм До 8 лет Это еще Слава богу Если до 8 лет А там типа 9 Ну ничего Вчера исполнилось Тащи До 8 лет 5 килограмм Кот Клинически здоров Он вам сам сказал Что он клинически здоров Может он жирный Может он не 5 килограмм весит А при нормальной Конфигурации Ну вот мой нормальный вес Давайте на моем примере Мой нормальный вес Вот сейчас я вешу 64 килограмма Я выгляжу на 64 Ну нет А кот что Обязан выглядеть на свои 5 килограмм Ну толстый Ну взвесили А вдруг у него при этом Мышечная масса А жира Ну вы там Липиды Ну меряете что-то Нет Ну нет же Ну гематокрит Дай бог померяли Еще там перекрестили Перекрестную сделали Дай бог Если сделали Ну то есть Как-то И все И что вы Из этой формулы Получается Какая-то цифра Какая-то цифра Эритроцитарной массы Которую мы должны Куда-то залить Кайфец А потом приходишь На смену Как сейчас У меня прям Аж дергает Приходишь на смену А Йорк Двухкилограммовый За ночь 200 миллилитров Эрки получил И ты не на нее смотришь А он на тебя смотрит И ты думаешь Как ты жив-то остался Вообще А потом начинается У нас анурия Вообще это видео Это не фотография Мочалки Я нарисовала Видите где голова Где хвост Просто на этой собаке Сложно Так вот Эритроциты Не покидаются С судистого русла Все Давайте так Все научились Давно пытаемся Научить С 2021 года Прости господи Андрей Геннадьевич Камолов Пытается всех научить Измерять Каудальную полую вену Колобирование Каудальной полой вены Ну типа Гиповолемия Гиперволемия Перед переливанием крови Никто не заморачивается Над уровнем волемии А от этого максимально Зависит Та скорость Трансфузии Которую вы поставите Зальете вы эту кровь Здесь и сейчас Потому что у вас Гиповолемия За час Либо вы ее растянете Там на всю ночь Потому что у вас Нормальный волемический статус И закончите ее тогда Когда уровень Волемии Приблизится К критическому Когда колобирование Будет не то что 50 процентов А там 30 Ну то есть Все Вы гиперволемия Уже От гиперволемии Как от высоко Ой Как от низкого сахара Умирают быстро От гиповолемии Медленнее Так Учитесь Короче делать УЗИ Это не сложно Вон смотрите Даже я смогла Ну то есть там Такие вот движения И там Сосуд Который шевелится Все там Там шевелятся Только два Две вещи Сердце Слава богу И вот Сосуд Но это только В случае Если сердце шевелится Сердце По поводу почек Все знают Что у почек Есть входящий Выходящий Сосуд Там все Гораздо сложнее Там какие-то Почечные артерии Вены Там что-то Но Для нас с вами Как для интенсивных терапевтов Или врачей общей практики Нам важно что Что в почку Зашел сосуд Принес там что-то Оно там Отфильтровалось И он как бы Вышел Вынес то Что не отфильтровалось Логично Между этими двумя сосудами Образно Очень Находится плотное пятно Которое Очень сильно Реагирует на Большой приток крови Или маленький приток крови Это и есть Так называемая Система Реналсэксэс Как это называется Когда почки Сами себя Пытаются Сохранить В экстремальных условиях Вот Так делает только мозг И вот почки И вот вы Представьте себе Что вы Ну нормальный Волимический статус Ну почки Немножко в ишемии Так слегка Потому что гематокрит Низковат Вы в него Вливаете эти 200 мл В сосуд Приносящий Приходит больше крови Правильно? Ну да или нет? Ну да Приходит больше крови Потому что вы Только что в него Влили Плотное пятно Такое Ммм Многовато И сузило сосуд У вас моча Что? Перестала образовываться Ну или Стала образовываться В меньшем количестве Потому что Плотное пятно Решило Что вы Перебрали С вашей Трансфузионной терапией А вы потом Сидите И говорите А ну Это отсрочная реакция На Опять же Кровь Анурия Описано же А что? Ну там еще Меоглобинурея Понятно Ну вот Анурия Описано Это на кровь Сто пудово Причем здесь кровь Это не кровь Инноват Это вы Формулу вон Взяли Откуда-то Всех сжечь Вообще Все эти формулы Реально взять и сжечь Какие тактические проблемы? Диаметр катетера Какой диаметр эритроцита? Никто не знает Кроме лаборантов Никто А? Да? Правильно? Я просто тоже не знаю Плюс Молодец Хорошо Диаметр эритроцита Кто заморачивается над тем Что Во-первых Катетеры Сейчас опять Кто уже сталкивался Санкции как начались Начали выпускать Вот эти катетеры Которые Ты через кожу проходишь Они тут же мочалятся Вот такие Встают У тебя все вены И ты думаешь Блин Ну то есть А кто читал Или вот Как я про центральные Венозные катетеры Вчера рассказывала Говорила Что ребята Вы знали Что допустим Вазоактивные препараты Или например Некоторые препараты Крови Нельзя чтобы с пластиком Контактировали Вот раньше В ЦВК Бибрауновских Не было пластика В составе Возьмите сейчас Вот ваши катетеры Которые вам закупило Ваше Хотела сказать Правительство Ну эти Складовщики Вы поняли Откройте инструкцию Ну так чисто по фану Ну никто не считает Посмотрите Там есть Сто пудово Пластик есть Ну мы в России живем Удешевляется все За те же деньги Только вы получили С пластиком Так вот Диаметр катетера Доступ Сам Сам Материал Из которого Этот катетер сделан Дальше Размер фильтров На системе Ну допустим Эритроциты кошки Меньше же Чем эритроциты собак Да Ну Как минимум Это очевидно По размеру Животных Тем не менее Фильтры одни и те же Используются Конечно Человеческие вообще А ничего что вот Ну например Фильтр для людей Он вообще как бы здоровый Ну Там туда не только Эритроциты Прототов Еще все пройдет Ж не гендаль А мы используем Одни и те же фильтры Для всех Ну причем вот эти Дешманские За 40 рублей Вы поняли о чем я говорю Хотя товарищи Там постарались Бальф по-моему И кто там выпускает Дальше Лейкоредукцию А вот кстати Про лейкоредукцию Здесь уже обсуждалось Сегодня Все согласились Что это бесполезная Фигня Чу-чу Бесполезной А да Подготовка Компонентов Лейкоредукция Я сейчас Выскажу свое Субъективное Вообще Никому неинтересное Мнение Но выскажу Значит смотрите Зачем была придумана Лейкоредукция Потому что она позволяет Хранить кровь долго Когда в ветеринарии Кровь должна храниться Долго Да никогда Мы берем доноров Под конкретного пациента Да даже в банке крови Что она там залеживается У вас никогда нет крови Потому что вы ее еще продали Ну не успеваешь Ну то есть животных много Я сейчас О чем говорю Понятно да Зачем была придумана Лейкоредукция Она действительно Помогает долго Сохранять кровь Ну прям долго Почему Потому что когда вот Например Я пришла сдать кровь У меня кстати не берут Почему-то прям Мочекаменные болезни не берут Ну не важно Пришла сдать кровь Вот с меня взяли Они ее зачем-то Кладут куда На карантин Ну типа Вдруг у меня гепатит Ну его же сразу Не обнаружить Ну судя по всему Я просто не в курсе Вот этих инфекций всех Они ее берут на карантин А в карантине Какая-то кровь уже созрела Для того чтобы Там точно нет гепатита Ее можно лить Все Они их поменяли местами Все Вот так работают Банки человеческие Поэтому лейкоредукция Для таких банков Нужна Потому что сколько Она там в карантине Проваляется Ну несколько месяцев Ну сто пудово Я узнавала Здесь Две недели Ради двух недель Тратить Сколько там оно стоит Ну реально дорого стоит Ну что-то как Крылгазбитый Боинг Реальный Ну вот этот лейкофильтр Я просто знаю почему Потому что у меня были Несколько этих Лейкозников У которых там Лейкоциты Ну сто И мне в них уже Вливать еще чужие Лейкоциты Хотя мне нужна была Эритроцитарная масса Ну вот мне пришлось Фильтровать Ну это чисто вот И то там владелец Платил Для остальной истории Вот эта лейкоредукция Ну я вас умоляю Ветеринария Это тупо не актуально Вообще Ну это мой Субъективный Никому не интересный Взгляд По поводу подготовки Компонентов Кто когда-нибудь Заморачивался с тем Что вот ну допустим Вот вы взяли кровь У вас допустим Завтра спленэктомия Плановая Вы набрали крови Положили ее в холодильник И прям таки Каждый час переворачивали Всю ночь Завтра же операция Я прям по вашим глазам Вижу что все этим занимались Каждый час Ну Кого смешить Подготовка к Дальше Центрифугирование Ну допустим У вас есть центрифуга Там поднимались Редкие Редкие лес рук Поднимался с центрифугой А допустим У вас есть центрифуга Вы ее как центрифугируете Ну лишь бы не взлетело Там 2-3 тысячи Да и оборотов Нормально А если сильно трясется Ну громко Поставим полторы Что вы там Нацентрифугировали Одному богу известно Вы же потом Не понесли в лабораторию Не сказали Слушай проверь мне Там у меня в плазме Не осталось Тех компонентов Которые мне нужны Не в плазме Ну нет конечно Ну что-то там Навертели Тут темное Тут светлое Все взяли Влили Дальше Подготовка компонентов В плане Отмывания эритроцитов Отмывания денег Мы уже обсуждали Перед тем Как вы на обеде были А мы тут уже Все обсудили Отмывание денег Отмывание эритроцитов Вы знаете Что антигены Хранятся на мембране Эритроцитов Ну то есть Они поэтому И вступают Во взаимодействие С чем-то И получается Полная жесть Потому что Мембран Если пациент Критический Либо у него Есть подозрение На то что Вот-вот у него Разовьется ДВС Ну желательно Этот антиген смыть И все что делают Ну как смыть Ну все мыли Макароны Когда да Вдруг шлак Ну залили Ну все делали Тут то же самое Заливают физраствор Ставят Тут же Полторы На полутора Меньше шумит Ну оно там Что-то делается Все и залили Все Ну мы же отмыли Вот пожалуй А кто-то делает Два, три, четыре раза Ну там Некоторые Учебники говорят Что типа До четырех раз Надо отмывать Тут антиген Ну что-то отмыли Ну вы вместе С антигеном С эритроцитов Отмыли что? Ну процентов Пятьдесят эритроцитов Самих Только что Потому что оно Вот в этой вот Во всей истории Не хранится Ну оно рушится Об стенки бьется Вы когда-нибудь Катались в этой В центрифуге Ну Как его Сюрприз Так назывался Аттракцион Ну сильно Без синяков Выходили Ну кто-то Может и выходил Здесь то же самое Эритроциты Что не будут Какие фактические Проблемы Скорость Мониторинг Трансфузионный Анамнез Реакция Рецепиента Сколько Эритроциты Будут циркулировать В рецепиенте Около трех недель 21-29 дней Это вот по литературным данным Просто и разные книжки читают Там вот где что пишут Ну грубо говоря Вот вы перелили В хронического почечника Кровище Да Ну вы перекрест же сделали Все хорошо Вы молодцы Да классно Но через две недели Ему потребовалась Еще одна трансфузия Что вы сделали Ну взяли перекрест Но вы же не перекрестили Того донора Которого вы лили И чьи эритроциты Там еще есть Ну вы же не перекрестили Нет Ну они же В этом же сосуде Ну оно там как-то Не ребят Это не персил С релем смешать Ну то есть А вот так не работает Если уж по правилам Надо найти Того донора Который был Две недели назад Перекрестить С этим С этим Между Вот так вот Все это И если там все хорошо Тогда заливать Только так Это если не прошло То время Пока не циркулирует Я заканчиваю Еще критическое состояние Иногда Переоценивают Знаете Вот когда вы берете Клинический анализ крови Вы же понимаете Что жидкая кровь Ну жидковатая И уже такие Стопудово Там гематокрит Будет низко А бывает такое Что крови не набрать Он в шоке Шоковый пациент По какой-то причине Например Это кардиогенный шок Вообще не связанный С гематокритом Вы ему Брылю поднимаете А он белый Потому что там Аритмия И вы такие Надо кровь налить Нет Ну то есть Не всегда Белый цвет Говорит о том Что у нас Низкий гематокрит Это важно Любое критическое состояние Оно Приходит Или вот те же Самые ученицы Вот в нашей группе ICU Самый частый Галина Юрьевна У меня ОЗМ ОПП Мне надо капать Кошку Много Там кретинин 200 Ну я образно Надо капать Много Много жидкости В нее Сейчас надо ввести У нее гематокрит 28 Мне нужна кровь Я говорю Нет Ну 28 же Завтра будет 20 Я же Ну сейчас Разбавлю Кошки Имеют свойство Задерживать Жидкость Гематокрит Который вы видите У кошки Даже при остром Состоянии Не говорит вам О том Какой этот гематокрит Истинный А в случае С ОПП Это вообще История для Публикации Я считаю У них Начинается Полиурия И вы На следующий день Несмотря на вашу Инфузионную терапию Получите гематокрит Выше Чем сегодня И не потому Что у него Сократилась селезенка А потому что Он что Дегидратировался Потому что Вы побоялись Поставить адекватную Скорость Потому что Кровь нельзя Ну в смысле Можно Конечно Но если я сейчас Волью Мне вот только что В группе Сказали нельзя Не буду Ладно Но тогда я Скорость поставлю 10 в час На кошку Весом 8 килограмм Спасибо Что живой На утро Скажу я Такому пациенту Продолжение следует...